Предвыборную стратегию обсуждал сегодня кандидат в президента от ЛДПР Владимир Жириновский. На встрече со своими доверенными лицами, с чем пойдут на выборы либерал-демократы, узнал Георгий Подгорный. Совещание доверенных лиц во всероссийском масштабе. В здании партии в первом басманном переулке собрались представители ЛДПР изо всех уголков страны, начиная из центральной части России, заканчивая Дальним Востоком. На повестке стратегия поведения либерал-демократов на выборах. Списки доверенных лиц сформированы практически полностью. Здесь сейчас в зале доверенные лица. У нас их должно быть 700. Да, Алексей Николаевич? Сейчас сколько уже? 555. Вот уже 555. Осталось там 145. Совещание с доверенными лицами длилось чуть меньше двух часов. За это время лидер партии поднимал и обсуждал самые разные вопросы. Начиная от коррупции, проблем современной экономики, заканчивая тем, как можно использовать накопленные за долгие годы работы опыт ЛДПР на политической арене. Мы берем тех, кто не занимает государственные должности, не связанных с депутатской деятельностью или с исполнительной. Темы известны всегда в любых дебатах. Это сельское хозяйство, это социальная политика, пенсии, все пособия. Это экономика, в основном налоговая политика и, так сказать, частный сектор, государственный сектор. Это внешняя политика. Сегодня вся она на ваших глазах. Украина, Сирия, КНДР, террор всемирный, НАТО, США. Либерал-демократы не стали приглашать представителей шоу-бизнеса актеров. Как заявляют в ЛДПР, эти списки доверенных лиц формировались только из представителей партийной элиты, из совета старейшин из молодежных организаций. Также предвыборная опора Жириновского, региональные и местные лидеры. То, чем я непосредственно занимаюсь, борьба с преступностью, борьба с коррупцией, с проявлениями всевозможного, знаете, такого челанства со стороны непосредственно администрации по отношению к гражданам. В предвыборном штабе ЛДПР говорят, отбор доверенных лиц продолжается. Процесс кропотливый. Отбор был. Больше полутора тысяч человек подали свои заявки. Мы оставили только половину. Конечно, были требования и критерии отбора. Это умение наших членов партии выступать, участвовать в общественно-политической жизни своего региона, города. Где-то есть и районные центры. Конечно, умение вести публичную дискуссию. По закону, кандидата пост президента может назначить до 600 доверенных лиц. Партия, которая выдвигает претендента, еще 100 человек, которые смогут представлять и агитировать за потенциального главу государства. Также Яновский собирается увеличить список доверенных лиц до максимального значения. Продолжение следует...